В преддверии дня пожарной охраны Российской Федерации автопарк Люберецкого пожарного гарнизона пополнился двумя новыми автомобилями КАМАЗ. Подробнее в нашем сюжете. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал наказ о градском благочине, явившемся важным этапом становления отечественной пожарной службы. С 1999 года День пожарной охраны Российской Федерации отмечается ежегодно. Слово пожарной, пожарные спасатели, это изначально закладывает некий риск, когда возникают проблемы, пожары, какие-то стихийные бедствия, и вы всегда приходите на помощь. Я сегодня хотел бы вас всех поздравить с вашим профессиональным праздником. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева водители 303-й и 231-й пожарно-спасательных частей получили ключи от двух полноприводных КАМАЗов. Также 30 пожарных отмечены благодарственными письмами и знаками отличия. Пожарно-спасательный гарнизон в Березке, во-первых, он один из самых сложных гарнизонов в плане количества пожаров, в плане застройки городской. Город Люберцы, город Дзержинский, Котельники, Латкарин очень быстро и современно развиваются. Есть и многоэтажная застройка, и промышленные предприятия, и частный сектор. В составе Люберецкого гарнизона около 350 сотрудников и 29 единиц спецтехники. 80% пожарного автопарка не старше трёх лет. Дмитрий Гринчев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.